Возьмем какое-нибудь не очень сложное число. Так, подскажите мне какое-нибудь. Три... Дробь. То есть долгий числитель и знаменатель. Дробь на гуру? Да. Восемь двенадцатых. Восемь двенадцатых. Хорошо. Так, вы? Пять третьих. Ой, две трети. Две трети. Хорошо. Ну, то есть каждое название по числу. Восемь пятых. Пять шестых. Пять шестых. Что-то отрицательных никто не называет. Да. Три седьмые. Три седьмые, пожалуйста. Семь девятых. Семь девятых. Так, еще кто есть? Минус одна вторая. Очень хорошо. Так, и теперь давайте число меняем. У нас сейчас две тысяча двадцатый год. Минус. Ну, хорошо. Минус. Две тысяча двадцатый год. Так. Так. Теперь надо подумать, на что мы это поделим. На что мы это поделим? На год прошедший. Не хочу, но год прошедший. Я хочу... Да. Восемьсот шестьдесят семь. Почему? Я не знаю. А почему не стоять шестьдесят семь? Ну... Потому что я садился. Отлично. Слушайте, я доволен. У меня получились числа. И я сейчас должен вам рассказать, как все эти... Ну, каждый из этих чисел представить в виде цепной тропи. Так? Так. Все вычисления на доске есть. Пишите просто потому, что вы заодно считаете мощность. Специально учиться считать не стоит так уж сильно. Но, с другой стороны, такие упражнения лучше делать и пристепенность в множестве. Восемь-динадцатых. Две третих. Ну, конечно. Это просто две третих. Это просто-напросто две третих. Как это записывается по нашей науке? Целая часть какая? Дверь. Целая часть. Вообще-то ноль. Дверь. Целая часть ноль. А другая часть? Две третих. Две третих. Ну, то есть так напишем. Ноль. Плюс две третих. Сейчас главная идея нашего сегодняшнего дня. Мы договорились переворачивать число, которое больше нуля и меньше единицы. Значит, что здесь мы напишем следующее. Именно. Значит так. Единица, деленная на три вторых. Теперь вопрос. А число три вторых мы умеем представлять в интересующей нас виде? Целую часть у него выделять умеем? Да. Одна и одна вторая. Абсолютно верно. Теперь, ребят, проблема с доской. Если бы дело было в университете, где огромная доска во всю стенку, по крайней мере, я бы, конечно, так не стал делать. Здесь я должен очень сильно не экономить место, потому что иначе придется... Так вот, именно в таких случаях есть обозначение. Это не я придумал, оно стандартное. Вместо того, чтобы писать вот такую длинную штуку, пишу так. Квадратный штуг. Поберяйте пример, который вам нравится. Три седьмых. Три седьмых. Отлично. Идете на чистую доску. И понимаем следующее, что вообще-то три седьмых имеет целую часть. Какая целая часть у числа три седьмых? Ноль. Ноль. Отлично. Вот так, повыше, чтобы вам еще место не было. Ноль. Тогда это отлично. Ноль. Плюс. Плюс что? Три седьмых. Правильно. Ноль. Да. Плюс. Да. Один. Да. Уделенные на... На что? Три седьмых. Неверно. Да? На семь третьих. На семь третьих. А семь третьих это у вас... Нет, продолжите. Равно, переход на новую строчку. Это... Ну, опять, ноль плюс надо переписать. Ноль плюс... Это две целых и одна третья. Так, и пишите. Два плюс одна третья. Так, надеюсь, это все понимают? Угу. Семь третьих это две целых одна третья. Это два плюс одна третья. Отлично. А что я здесь запишу? Семь третьих. Да. Квадратная скобка открывается. Ноль. Ноль. Дальше. Точка с запятой. Два запятая... Три. Да, совершенно верно. Два запятая три. И квадратная скобка надо закрыть. Спасибо вам большое. Ну, давайте. Любую, Зоя, выбирайте, какая вам приятная. Ну, мне хочется вот пять шестых. Пять шестых. Отлично. Я вначале написал равно, чтобы... Нет, немножко. Надо сначала все посчитать, а потом туда писать. Хорошо. Итак, пять шестых это... Так, еще раз, из-за двух. Сначала выделяем целую часть. Пять шестых, ну, целую часть, приди, ноль. Пишите. Ноль плюс. Нормально. Ноль плюс... Ноль плюс пять шестых. Да. Ноль плюс... Единица. Деленая на... Шесть пятых. А что такое шесть пятых? Шесть пятых это... Сейчас, это одна и одна пятая. И что, как пишите? Один плюс одна пятая. Ну, заметьте, вы очень простые числа загадали, поэтому все легко. Да-да-да, пишите уже. Ну, сказали простую игру. Действительно. Давайте. Итак, квадратная скобка. Проверяемся квадратная скобка. Ноль. Ноль, точка с запятой. Точка с запятой. Один... Нет. Один за пятая пять. Один за пятая пять. Совершенно верно. Восемь пятых. Да. А это у нас одна целая три пятых. Угу. Одна целая плюс единица, деленная на пять третьих. Отлично. Равно. Перекранить на новую строчку. Здесь. Ну, я здесь. Равно. Продолжайте. Заметьте, что здесь процесс не остановился. Квадратная скобка. Переход на новую строчку. Квадратная скобка. Нет, никаких квадратных скобок. Вам еще работайте, работайте. У вас еще три третьих. Сначала переписывать. Единица плюс единица, делить на... Все сначала переписываем. Единица плюс три вторых. Да? Теперь диктуйте мне, пожалуйста, ответы. Что сюда писать? Квадратная скобка. Дальше. Дальше единица с точкой запятой. Да. А дальше надо писать вот эти числа. Единица, единица, двойка. Абсолютно верно. Вот и все. Спасибо. Так, смысл поняли? Смотрите, у него уже получилось подлиннее положение. То есть уже не два числа после точки запятой, а уже три. Так, осталось не так много. Осталось минус одна вторая, семь девятых, две третьих. Слушайте, можно две третьих прямо так скажите? В рису третьих то же самое то, что... Мы уже делали, да. Просто кто уже предиктует ответ? А, ноль цел, ой, ноль, точка запятой, один запятая два. Потому что мы переварчиваем, и там, естественно, получается так. Так, один запятая два. Отлично. Ну, все-таки минус одну вторую имеет смысл с вами разобрать. Потому что это впервые у нас появляется офицентное число. Казалось бы, можно сделать так. Можно сказать, что это взятое со знаком минус число одна вторая. Собственно говоря, давайте так, конечно. Минус. А что такое одна вторая? Это ноль целых и вот так. Согласны? Да. Замечательно. Вот так и пишут. Потому что алгоритм цепных отробей, это некоторая вполне себе конкретная процедура. И, хотя, вообще-то, разница такое есть, да, это, конечно, минус одна вторая. Это правда. Но принято обходиться без знака минуса. Давайте на это подробнее. Какая целая часть у числа минус одна вторая? А, минус один. Минус один, молодец. А отробная часть? Минус одна вторая, это минус один. И что сюда еще нужно написать? Плюс. Плюс что? Плюс одна вторая, конечно. Господа, а вот это уже, собственно, и есть разложение в цепную дробь. Смотрите, что это такое. Это минус один, точка с запятой, и два. Между прочим, здесь видно, почему вот эта точка с запятой важна. Потому что в цепной дроби числа не вполне равноправны. Вот смотрите, после точки с запятой обязательно идут положительные целые числа. Там же, в принципе, не может никогда встретиться знак минуса. А до точки с запятой может встретиться любое целое число. В том числе ноль, в том числе отрицательное. Понятно, да? Любое целое число положительное, отрицательное ноль. Вот, пожалуйста. Так, ну что, все простые упражнения мы сделали. Теперь представим нам... Семь девятых еще осталось. Семь девятых? Можно я? Да, на мой сезон. Итак, процедура состоит в том, что надо выделять целую часть. Если получишь... Если дробная часть ноль, то на это надо остановиться. А если дробная часть не ноль, то нужно переворачивать. То есть от числа х переходить к числу единицы делить на х. Итак, ноль плюс единица делить на что? Делить на семь деленное... Делить на девять деленное на семь. Так и пишем. Девять деленное на семь. Отлично. Равно. Переписываем. Единица. Да. Деленное на единицу плюс две седьмых. А здесь все? Нет, не все. Вы выделили дробную часть. Если бы она была равна нулю, то вы бы остановились. Действительно, сказали бы, что все. Но вообще-то две седьмых это не ноль. И поэтому вы должны продолжить эту процедуру. Опять вместо маленькой дробной части написать единицу делить на какое-то число, которое больше единицы. Это семь вторых. Как записать в виде целой части дробной части? Это три целых? Да. Одна вторая. Да. Вот и пишите. Три плюс одна вторая. Отлично. Спасибо вам большое. Квадратные скобки. Ноль. Точка из-за киритой. Да. Один, три, два. Один, три, два. Да. Да-да-да. Вот это вот. Все, спасибо большое. Все простые упражнения сделаны. Теперь наступает самое интересное. Нам, товарищи, советовали взять минус две тысячи двадцать. Это семьсот шестьдесят седьмых. Посмотрите, что очень важно понимать. Что вместо этих чисел могли быть абсолютно любые. То есть, если угодно, можно было написать какой-нибудь там миллион, каких-нибудь там стотысячных. Вы сейчас увидите, что хотя числа выпряты достаточно страшно, процедура разложения в цепную дробь очень быстро заканчивается. То есть, казалось бы, тропию с большим числителем и знаменателем, а вообще-то ответ сейчас мы получим очень-очень быстро. При этом никаких хитростей не будет в точности по алгоритму. Единственное, нам сейчас надо все вместе считать, чтобы не забудутся. Поэтому у нас есть минус две тысячи двадцать восемьсот шестьдесят седьмых. Смотрите, вверху примерно две тысячи, а внизу примерно восемьсот. Так? Значит, сколько будет две тысячи делить на восемьсот? Это примерно столько, сколько двадцать делить на восемь. Так? Двадцать делить на восемь – это то же самое, что десять делить на четыре. Это то же самое, что… Пять делить на два. Пять делить на два. То есть это примерно минус два с половиной. Значит, целая часть, это сколько? Минус три. Это минус три. Совершенно верно. Хорошо. А вот дальше очень интересно. Что нужно прибавить к числу минус три, чтобы получить минус 2020 860. Идея очень простая. Если мы с вами умножим 867 на 2601. Давайте проверяем. 1, 2 и 18, это будет 0. 2 и 24. Вы правильно сказали. 2601. Так вот. Что надо прибавить к числу 2601? Точнее, число минус 2601. Чтобы получить минус 2020. Как число минус 2020 разделить с остатком на три? Минус три. Согласны? Какой получается остаток? Нужно написать число, чтобы было верное числовое равенство. Минус 2020 это 867 умножить на минус три. На гостях перемножим. 867 на три. Написали, сколько это будет? Это будет минус 2601. Минус, потому что мы нажали на минус три. Так и сколько же еще надо прибавить? 581. А если это равенство записать для дробей? То есть разделить все на 867. То есть здесь будет 867 умножить. Здесь будет просто минус три. А здесь будет 581. Что это? 867. 867. Вот, господа, смотрите, что произошло. Мы заменили число 2020 на меньшее. Что это? Я могу попробовать уже. Не надо, не надо, я сейчас досчитаю. Сейчас проблема не в том, кто считает. Проблема в том, чтобы сейчас точно не ошибиться. Итак, смотрите, что сейчас происходит. Я пишу минус три. Разумеется, по-прежнему минус три. Она и здесь минус три. Плюс единица, деленная на 867, 581. И сейчас вы должны заметить очень важную вещь. Знаменатель был 867, а теперь 581. Что произошло со знаменателем? Он уменьшился. Ребята, очень важно, что он уменьшился. Почему он уменьшился? А потому что 581 у нас возникло в этом месте. Правильно? Это остаток от деления на 867. А остаток всегда меньше того, на что делят. Вот это вот число меньше, чем на 867. Это причина того, почему расположение цепной тропы всегда заключится. Потому что у нас была тропа со знаменателем 867, а теперь тропа со знаменателем 581. Понятно? Хорошо. Выделяем целую часть. Минус 3, плюс 1, деленное на 1, плюс 286, деленное на 580... Ну, 286, 581. 286, 581. Господа, это очень важно. Это очень стоп. Мы, конечно, опять перевернем. Давайте запишем, что фактически вы сделали. Вы число 867 разделили с остатком на 581, так? Да. Частная получилась единица, не помню, я знаю. И остаток 286. Кто знает, как называется процедура, которую мы сейчас с вами делаем. Алгоритм Евклида. Да, я что-то про это слышала. Алгоритм Евклида. В чем он состоит? В том, что, начав с двух чисел, мы все время большее из них делим с остатком на меньшее. Господа, Евклид – это тоже великая фамилия, такая же великая, как Архимед. И, собственно, неизвестно, был это один человек или это было несколько человек. То есть, о биографии конкретно Евклида мало что известно. Но до нас дошли книги, более-менее учебник по диаметрии, начало Евклида. И вот известно, что это древние греки уже знали. Обратите внимание, это очень абстрактная штука. Это уже, с одной стороны, вроде бы встречающиеся в самом начале лечения математики, а с другой стороны, это очень абстрактная процедура. Вы берете два целых числа и начинаете делить с остатком одно на другое. Вы понимаете, в геометрии какой смысл этому приписывали греки? Знаете, поиск общей неры двух отрезков. Вот представьте себе, у вас есть один отрезок длиной 867 см. И у вас есть другой отрезок длиной 581 см. Вы берете, прикладываете к большему отрезку, меньше и столько раз, сколько можно. Тогда вот это называется остаток, а сколько раз вы приложили, называется неполное и частное. Понятно? Вот процедура деления с остатком. Так вот, алгоритм Евклида и разложение этого числа в цепную дробь – это строго одно и то же. Для чего в школьной программе используют алгоритм Евклида? Для поиска наибольшего общего делителя. Дело в том, что если вам дали два числа, ну и представьте, вдруг оба они делились бы на какой-нибудь, на три, на оба делились бы, да? Ну, здесь сегодня не делится на три. Ну, не делится, не делится. Ну, на что-нибудь делились бы. То, в таком случае, вот у вас и этот кусочек тоже делился на это число. То есть, когда вы переходите от... Все время переворачиваете такие штуки, то у вас наибольший общий делитель сохраняется. Ну, и число все меньше и меньше и меньше, и в конце уже понятно, чему он равен. Ну, а значит, ясно и какое было в самом начале. Так, давайте продолжим все эти вычисления. У нас есть минус три плюс единица, деленное на единицу, плюс двести восемьдесят шесть пятьсот восемьдесят первых. Так. Это минус три плюс единица? Нет, нет, это все понятно, это переписывается. Меня интересует именно важный шаг. Вот как разделить число пятьсот восемьдесят один на двести восемьдесят шесть состатков? Двести восемьдесят шесть на два. Молодец. Конечно. И плюс девять. Двести восемьдесят шесть умножить на два и плюс... И плюс девять. Точно? Точно. Да, походу, да. Девять. Ребята, а вы понимаете, что произошло? У нас получилось удивительно маленькое число десять. Понимаете? Угу. Так, единственное, что я, наверное, сейчас должен сделать, я вот это промежуточное вычисление, давайте, уберу, и на его место напишу вот это, но уже распределение. Понятно, да? Итак. Минус три осталось. Единица, деленная на... Осталось. Это нормально. Единица плюс осталось. Здесь единица, деленная на пятьсот восемьдесят одну двести восемьдесят шестую. Замечательно. Так, это что такое? Это двойка плюс девять двести восемьдесят шестых. Давайте так пить. Двойка плюс девять – это двести восемьдесят шестых. Какой следующий шаг? То есть надо здесь написать единицу в числителе, а здесь написать 9 в знаменателе, это понятно. А вот теперь самое главное, что на что делим с остатком? Значит 30. Какое? 286. Конечно. Это сколько раз надо взять 9, какой будет остаток? 30. Молодец. Не совсем 30. 31. 31, отлично. Остаток 7. Да. 7. Господа, это же просто чудо. Это же просто чудо. Просто замечательно. У нас получилось, что вот совсем-совсем все закончится. Минус 3. Единица, деленная на. Единица плюс. Единица, деленная на. Двойка плюс. Единица, деленная на. 31. И дальше что? Плюс 7. Плюс 7 девятых. Плюс 7 девятых. По-моему, 7 девятых это уже совсем просто. Мы решали вообще. Да. Раскрыть доску. Что у нас там будет? 7 умножить на 1 плюс 2. Правильно? Да. Так. Куда это писать? Можете открыть доску, там уже написано. Нет. Давайте я подвигаю. Я вот здесь вместо 286 девятых. Я напишу 31 плюс единица делить на 9 седьмых. Так? А 9 седьмых это единица плюс 2 седьмых. А 2 седьмых это единица делить на 7 вторых. А 7 вторых это 3 плюс 1 вторая. Правильно? Да. 3, 1, 2, 3. Минус 3. Минус 3. 1, 2, 31, 1, 3, 2. И дальше пишем все эти числа подряд. 1, 2, 31, 31, 1, 3, 2. Согласны? Разложу это число? Да. Разложу. Ну что. Теперь с любым числом вы справитесь, если надо будет разлагать его в теплое. Ну да. Но если нет каких-нибудь хитростей. А какие там хитрости? Не знаю. Смотрите. Если у вас рациональное число, то у него есть числитель, это какое-то самое число. Знаменатель, это какое-то нормальное число. И в таком случае вы многократно будете применять вот этот вот метод алгоритмов крита. Да? Делиться с остатками ваш тресс. Вот. И у вас все время знаменатель будет уменьшаться. Точно так же, как сначала был знаменатель 867, а потом стал 581. Понимаете, да? Да. А потом 286. Что там дальше было? 31, по-моему, да? Да. Ну и так далее. Все время уменьшается. А не может натуральное число уменьшится бесконечно много раз. Рано или поздно уменьшается. Рано или поздно уменьшаясь оно, мы получим в остатке дней в ноль. Процедура когда не закончится. Так? Да. А когда возможны проблемы? Когда число неразумает. Когда число неразумает. Ну и так далее. Ну и так далее.